Приветствую вас, дорогая церковь! Хотела бы сегодня прочитать 1 Тимофея со 2 главы 1 стиха. Итак, прежде всего, прошу совершать молитву и прошение, моление, благодарение за всех человеков, за цари и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Это не единственное местописание Библии, когда призывают молиться за власть. И самое интересное, мне нравится это место тем, что Павел говорит, что это прежде всего, это в числе того, что мы должны делать прежде всего, молиться за власть. Это особенно важно в наших современных реалиях, когда идет конфликт с Украиной, с Европой, с США, когда приближаются новогодние праздники, когда заканчивается Новый год. И, в принципе, всегда важно и актуально совершать молитву за власть, потому что на них лежит ответственность за то, что мы будем делать завтра, как мы завтра будем себя вести, в каком положении будет находиться церковь и верующие люди. И, знаете, молитва за власть – это молитва за то, чтобы их действия сопровождались, находились в воле Иисуса Христа, в то, какой Он предусмотрел пути для России, для церкви, чтобы те люди, которые находятся во власти, они имели правильную жизнь, они имели успешную жизнь, чтобы та власть, те обязательства, которые были на них возложены Богом, ничего не мешало им исполнять это. И также я хотела бы просить вас молиться за службы города, за службы аварийно-спасательной, скорую помощь, социальную службу, врачей, все, кто сейчас находится и составляет муниципалитет, за их готовность, за их обеспеченность всем необходимым. Особенно в новогодние праздники, к сожалению, часто заканчиваются они очень плачевно, и для этого нужно, чтобы меньше было несчастных случаев, чтобы все службы были наготове, чтобы не было никаких вещей, которые могли отличить человека от выполнения поставленных задач перед ним. Вот это небольшой мой призыв. Давайте, Церковь, помолимся и благословим наши власти, благословим нашу скорую, нашу полицию, нашу службу спасения. Дорогой Отец Небесный, Боже мой, мы предстоим к Тебе, пред Тобою сегодня, Господи, и благодарим Тебя за ту страну, в которой мы находимся, за власть, Господи, которую Ты дал нам, Боже, которую Ты поставил, Господи, за все начальства, Господи, от глав районов до президента Российской Федерации, Господи, Боже мой, мы благодарим Тебя за каждого из них и просим о благословении, Господи, их жизни, об устройстве их жизни, Господи, Боже. Дай им мудрости, Господи, дай понимание, что они находятся в Твоей руке, Господи, и от Твоей воли зависит их жизнь, от Твоей воли зависит то, где они находятся и что будут делать, Господи. Дай им страха Господнего, дай им страха пред Тобою, Господи, слышать Тебя, исполнять Твой закон, Господи. Боже мой, я прошу Тебя, Ты познакомь их с собой, Господи, чтобы все больше новых людей, находящихся во власти, принимали Тебя как своего Царя, Господи. Мы просим Тебя за их силы, за устрои Твои силы, Господи, за их работу, чтобы они могли выполнять свой долг честно, Господи, чтобы уровень коррупции, он снишался, Господи, чтобы уровень бюрократии, он тоже падал, Господи. Но наши чиновники, наши власти, они вели нашу страну к процветанию, Господи, к процветанию, к миру, Господи, Боже мой. Дай им мудрости, Господи, и дай понимание, как и что можно делать, Господи. Мы также просим Тебя за все властные структуры, Господи, за полицию, Господи, за службы спасения, за врачей, Господи, за социальную защиту, Господи, Боже мой, за все службы, которые Ты поставил здесь, на нашей земле, Господи, в нашем городе, которые призваны к тому, чтобы служить нам, Господи. Ты благослови их. Благослови, чтобы в этот период новогодних праздников у них была полная готовность к тому, чтобы отвечать на вызовы, Господи, чтобы помогать людям, дай силы, дай смекалки, Господи, Боже мой, Ты благослови. И мы просим Тебя о благословении и защите на эти праздники, Господи, чтобы было как можно меньше несчастных случаев, Господи, как можно больше радости, Господи, спокойной, тихой, Господи, когда можно просто провести время в кругу семьи Божьей. Спасибо Тебе за все, Господи, за то, что Ты заботишься о нас, за те начальства, которые у нас есть, Господи, за всех, Господи, кто призвал к тому, чтобы сохранить наш покой, нашу безопасность. Но мы знаем, что главная наша защита и главная наша опора, главная наша безопасность – это Ты. Спасибо Тебе за все, молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Миром Божьим. Спасибо Тебе за все, молились во имя Иисуса Христа.